Наконец-то вы нашли таковую герою. Уважаемый Андрей Юрьевич, я действительно рад приветствовать вас, представителей Российской Федерации, в этом зале. Хорошо, что вы приехали. Есть о чем поговорить и хорошие слова вам сказать за то, что в сотрудничестве с Беларусью, то, что подлежит подсчету, ваша область занимает практически первое место. Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли. Поэтому я действительно рад вас приветствовать здесь в канун Нового года. Есть о чем поговорить. Я думаю, есть направления, мы их обсудим и здесь, и в правительстве, по которым мы можем усилить наше сотрудничество. В качестве губернатора вы первый раз, как я сказал, приехали в Беларусь. Очень надеюсь, что абсолютно не последний, что вы ежегодно будете бывать у нас, и не только с деловыми поездками. Я благодаря вашему профессионализму и команде Московская область, как я сказал, прошло удерживает лидирующие позиции в Российской Федерации по уровню социально-экономического развития. Столичный регион России – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и уже превысил 9 миллиардов долларов. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 миллиардов долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью. Торговля идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются бытовая техника, продукты питания, масло, сыр, металлопродукция, лекарственные препараты, техника, запчасти к ней и многое другое. Понятно, что такой уровень товарооборота обусловлен в значительной степени спецификой положения Московской области, которая представляет собой своего рода логистический хаб и базу для дальнейших поставок в другие российские регионы. Ну, страдать тут нечего, нас это, в принципе, устраивает. Дилерство и торговля – хорошо, но они слишком зависят от конъюнктуры текущей. Вы, как человек опытный, хорошо знаете, что задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях. Поэтому, исходя из собственных наблюдений и данных, которые мне представили, я предлагаю обсудить следующие вопросы. Первое. Вы активно занимаетесь темой дорожного строительства и коммунального хозяйства. Поразительно активно занимаетесь. Мне докладывают, что в текущем и следующем году намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию, и я даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику, и мы выполнили все обязательства, которые будут предусмотрены по договору. Второе. Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона. Данный товар имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство будет организовано в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства. Наше Министерство строительства и архитектуры готово проработать с вашей командой логистику и возможности размещения бетоносмесительных мощностей на территории области. Третье. Обслуживание, поставка запасных частей, гарантия финансовые инструменты. По данным тем, у нас большой опыт в России, но с помощью вашего региона мы хотели бы надежно закрепиться, создав серьезный сервисно-логистический хаб для этой части Российской Федерации. Четвертое. Медицинские услуги и реабилитация. Вы проявляли к этой теме интерес. Можете на нас рассчитывать. Многие москвичи и жители столичного региона уже побывали в наших здравницах, воспользовались услугами медицинских учреждений. Мы и дальше будем держать этот уровень. Надо сделать так, чтобы стоимость, допустим, комплектующих, если мы говорим о медицинском оборудовании, и услуг не било по карману обычных простых людей. Это касается сертификации. Там аж в пять раз, по-моему, разница, если говорить о ЕАЭС. Поэтому я поручил послу Беларуси и в России проработать этот вопрос. Пятое. Развитие кооперационных связей и создание новых производственных цепочек для замещения импортной продукции. Я знаю, вы очень активны в этом плане. Импортозамещение для вашей области. Приоритет приоритетов. В вашем регионе на различных стадиях находится более 200 проектов. С общей стоимостью, наверное, под 200 миллиардов рублей. Для нашей экономики эти задачи также имеют первостепенную важность. И в этом плане мы накопили хороший опыт. Мы очень много обсуждаем и часто эти вопросы с президентом Российской Федерации. И хочу с удовольствием отметить, что, наверное, лучше всех мы работаем с Московской областью. Шестое. Мы можем успешно дополнять друг друга в аграрном секторе. Нужно только определиться с наиболее перспективными темами. Не секрет, что Беларусь ходит в число мировых лидеров по экспорту мясомолочных продуктов. Мы постоянно модернизируем свои предприятия, закупаем новое оборудование. У нас есть возможности для оказания содействия у вас в развитии мясомолочного и молочно-товарного производства. Поставок элитных семян белорусской селекции, высокопродуктивных кормов, премиксов, а также удобрений. Знаю, что у вас есть компании, которые очень успешны в этом плане. И опыт для нас будет очень важен. Седьмое. Значительный потенциал видится в участии строителей в реализации проектов в жилищном, социально-инфраструктурном, дорожном строительстве. Наши предприятия готовы предложить не только строительные услуги, но и технику. Восьмое. Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-техническим комплексом. И Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности. Думаю, мы могли бы сформировать некий план научно-технического сотрудничества, или, как модно говорит, дорожную карту, по взаимодействию нашей Национальной Академии наук и Московской области. Убежден, что во имя будущих наших народов необходимо предоставить все возможности для общения взаимных поездок белорусской и российской молодежи. Мы это начали делать, упустили в свое время, начали делать. Объединить молодое поколение совместными мероприятиями, долгосрочными проектами. Думаю, вы со мной согласитесь, что в условиях нынешних реалий это как никогда актуально. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы готовы к открытому предметному диалогу по всем обозначенным вопросам сотрудничества нашей Белоруссии с Московской областью. И хочу вас заверить, если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от тех договоренностей. Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна. Мало того, что это крупнейшая область, как я уже говорил, через Московскую область мы можем сотрудничать до Урала со всей Западной Россией. Ну и возможно и с Москвой, хотя там не совсем просто, но думаю, что если мы начнем тесно взаимодействовать, вы поможете нам и в этом вопросе. Не может так быть, чтобы мы могли работать во Владивостоке активно, а не работать в Москве. Это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен, но мы над этим работаем с ним. Поэтому спасибо вам большое еще раз за то, что вы приехали в канун Нового года. Я хочу вас поздравить с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством. И очень прошу вас передать всем фактически москвичам Московской области самое теплое пожелание от белорусского народа. Благодарю вас. Спасибо, дорогой и уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо за приглашение, за прием, за ту предварительную работу, которую мы имеем возможность вести с вашей командой. Мы сегодня здесь для того, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, за ваши отношения. Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Белоруссии во всех отношениях. Наиболее важное направление, вы упомянули в своем докладе, действительно так получилось, что Московская область, Белоруссия, Китай – это два самых крупных партнера и по экспорту, и по импорту. И с коллегами до встречи мы уже успели обсудить и направление строительной деятельности, в том числе развитие цементной промышленности, сухих смесей и переделов. Регион большой, мы с Москвой растем на почти 200 тысяч человек в год, и стройка у нас очень заметная. И социальные объекты, и дорожная инфраструктура – все это нуждается в материалах, и, конечно, мы заинтересованы, и коллеги уже подобрали ряд локаций для организации такого производства.